что же такое типы доходов на самом деле это что-то наподобие волшебных очков который нашел главный герой фильма они живые и когда он их надел он увидел что говорят по телевизору что пишут сми то есть тайный смысл всех тех посланий которые присутствуют средствах массовой информации он увидел кто его окружает и понял куда все движется куда движется весь мир в целом мы сейчас рассмотрим три типа доходов которые будут являться такой вот облегченной версии данного вида очков и начнем мы с первого типа это минеральные доходы то есть это доходы которые человек или человечество в целом получает от использования природных ресурсов и при этом используя свой труд и человеческую изобретательность при этом не имеет значения какие технологии используются будет ручной инструмент ручная переноска или это тяжелая промышленная техника наподобие роторного экскаватора не имеет значения где добываются эти природные ресурсы на поверхности земли открытым шахтным способом или где-нибудь на дне океана или даже в космосе это не важно основная характеристика этого типа доходов состоит в том что они конечно то есть как только иссякают месторождения так в тот же самый момент иссякают и ваши доходы то есть в долгосрочной перспективе этот вид доходов не позволяет поддерживать жизнь человека или человечество в целом второй тип доходов это доходы которые можно получать вот таких видов деятельности где практически не используются природные минеральные ресурсы а основными активами выступает сам человек труд и его интеллектуальные способности и особые договорные соглашения договорные соглашения то есть транзакции сюда попадают такие виды деятельности как торговля на бирже не имеет значения что за биржа валютная или там акции облигации или ресурсы неважно сюда также относятся инвестиции различные мыльные пузыри типа информационных технологий и так далее то есть эти виды деятельности могут позволить в короткой перспективе создать огромные состояния принести баснословные доходы но они не имеют долгосрочной способности поддерживать человечество живущим на земле сюда также относятся в разнообразные специалисты высокоплачиваемые юристы консультанты специалисты по налоговому планированию и так далее также сюда можно отнести доходы получаемые всеми видами атлетов спортсменов и создателей различных сценариев написания пишущих книги которые становятся бестселлерами то есть все это бумажные доходы основная характеристика состоит в том что они не способны долгосрочной перспективе прокормить человечество и третий тип доходов это солнечные доходы которые может получать человек и человечество в целом если комбинирует свой труд свою изобретательность и неискачаемый источник энергии в виде энергии солнца то есть это различные созданные специально проспроектированные ландшафты которые могут обеспечить человека всем необходимым начиная от пищи и заканчивая одеждой и строительными материалами основной чертой и отличием солнечных доходов от допустим минеральных доходов является то что они не ограничены во времени по возможности своего получения и возобновления то есть минеральные доходы иссякаемые и конечные солнечные доходы бесконечные и при этом нужно четко разграничить что допустим сельское хозяйство не всякое сельское хозяйство будет генерировать солнечные доходы допустим традиционное промышленное сельское хозяйство но однозначно относится к сфере минеральных доходов потому что происходит деградация почвы и эрозия то есть по сути здесь мы занимаемся тем же самым что и промышленность которая добывает разрабатывать какое-то месторождение и второе это то что для работы сельского хозяйства используется огромное количество энергии и иных ресурсов которые являются источниками источниками которых является минеральный доход то есть виды деятельности связанные с добычей природных полезных ископаемых солнечные доходы и ландшафты которые мы создаем они могут производить не только любые виды товаров и того что нам необходимо физических предметов но и пищи одежды и так далее но еще и производить энергию то есть если вы правильно из организовали систему вы можете создать также неиссякаемый источник энергии как и энергия солнца также сюда можно отнести использование таких ландшафтов с целью рекреации с оздоровительными целями то есть это такие виды использования доходов ландшафтов что не приводит к ухудшению их деятельности то есть не важно ландшафт ничего не скажем не теряет когда там присутствует человек и оздоравливается за счет употребление пищи эти получаемых от этих ландшафтов или просто за счет того что он вдыхает чистый воздух который насыщен фитонцидами пыльцой и эфирами тут нужно понять что те или иные доходы они не являются плохими то есть что солнечные доходы это идеальные доходы они хорошие естественные виды доходов плохие они естественно нехорошие ими заниматься не надо нужно понять здесь что нужно просто четко разграничить что каковы характеристики то ли того или иного дохода и понимать что куда в первую очередь нужно направлять доходы полученные в минеральных вида деятельности или бумажных вида деятельности то есть мы должны понимать что если мы хотим как человечество существовать долгосрочной перспективе то нам необходимо инвестировать средства в создание активов генерирующих солнечные доходы и так сейчас мы теперь готовы рассмотреть историю и ту ситуацию которая произошла на приятном острове и понять насколько это мощный путевой указатель путевой камень который говорит нам что если мы и дальше будем двигаться в том же направлении то нас неминуемо ждет гибель а